приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегета и сегодня почтим святую анну кашинскую великую покровительницу заступницу за народ русский она и благоверная потому что она княжна и супруга святого кстати князя она же и преподобный потому что господь сподобил ее принять монашество в котором она искренне и смиренно потрудилась она же и святая страдалица в каком-то смысле мученица потому что страдание которое она понесла за всю свою жизнь да и в каком-то смысле после смерти вот мощи и и да тоже там совершенно удивительная история испытаний которая выпала на ее мощи да и самой канонизации святой анны кашинской потому что ее канонизировали а потом значит лишили канонизации редкое событие такое в истории церкви деканонизация потом вторично прославили то есть дважды сугубо прославлены и особую славу она имеет конечно на небесах и святая анна кашинская вот само наименование тут мы вспоминаем город русский кашин он конечно в пределах тверской земли и кашин называет городом русского сердца потому что действительно если посмотреть сверху то вот этот древний городок он окружен излучины реки которая образует силуэт сердца и вот это символ русского сердца причем когда строили храмы то выстроили так что они образовывали собой буквально крест тоже если сверху смотреть 16 храмов поперечной линии 17 храмов в продольной то есть 33 храма по годам жизни христа а в самом центре собор в честь воскресения христова и вот именно в этом соборе одно время тоже покоились мощи святой анны кашинской вот как все это символично да то есть сердце руси причем на этом сердце был наложен крест крест страданий и это значило что русский народ через всю свою историю нес необычайные страдания сердце русского народа в каком-то смысле запечатлено крестом христовым но в самом центре это собор воскресения это наше чаяние это то воскресение которое господь подает святой руси и несомненно еще подаст а святая анна кашинская она как раз выразительница тех святых людей которые были причастны страданиям но силы христовые сподобились духовного воскресения и ныне на небесах ходатайствует о всех о нас святая анна кашинская она родилась в конце 13 века историки высчитывает ну примерно это 1278 год и она из ростовских князей ее отец князь ростовский дмитрий борисович конечно сейчас нам к сожалению эти имена вот мало что говорят а вообще историю надо бы знать потому что вот кто сейчас знает что прадедом святой анны кашинской был святой прославленный в лике святых князь василько константинович он среди русских князей защищал от монгола татар вот только-только они пришли на нашу землю и к великому сожалению русские князья терпят поражение на реке сити и князь василько константинович попадает в плен этого 1238 год там от него требуют присягу хану и он вот боясь отречься от христовой веры да вот как-то ну монголы татар они были язычники он отказывается от присяги смело исповедует христа и его как сказано в летописях долго мучивая убивают и бросают шернском лесу дедом святой анны был знаменитый князь борис василькович печальник земли русской так его назвали потому что действительно он постоянно ходатайствовал за русскую землю перед ордынским ханом и вот он приезжал князям постоянно приходилось приезжать к хану договариваться ну конечно там и налоговые выплаты и всякие политические взаимоотношения и из всех князей именно борис василькович он ездил вынужден был ездить больше всего и дольше всех жил на территории самой орды и ходатайство он спасал русскую землю от ненужных каких-то вот захватнические мероприятия со стороны хана и он кстати близко познакомился со святым петром царевичем ордынским это уникальный такой случай когда правнук чингисхана принял крещение стал искренним христианином даже прославлен в лике святых это вот знаменитый петр ордынский и он как раз дружил с дедом святой анны кашинской вот какие удивительные люди были в те времена а что же сама святая анна когда и было 16 лет это 1294 год умирает ее отец и конечно такой вот юный возраст но уже надо было как-то пристраивать молодую княжну и в это время мама тверского князя михаила известного нам как святой михаил тверской его мама княгиня ксения она услышала и узнала о добродетелях ростовской княжны анны и она решила своего сына женить именно на ней и посылает сватов в город ростов и там очень обрадовались то есть это конечно же был и промысл божий и надо сказать что святой анне кашинской в этом смысле очень повезло почему так потому что ее жених вот князь михаил тверской он был очень достойный человек то есть он и волевой и благочестивый иногда бывает так что ну мужчина он как будут благочестивый но не очень волевой а иногда бывает так что он очень волевой но не очень хватает ему благочестия. А тут была такая гармония характера, два в одном, и благочестие, и воля, и защита семьи, и устремленность к Богу. И поэтому святая Анна, она, конечно же, в святом Михаиле находила для себя полную опору и защиту. И вот что интересно, что так вот рассказывают, что первая встреча, она фактически состоялась уже как раз вот чуть ли не в сам день венчания, потому что это сейчас, знаете, интернеты, фотографии, а тогда были немножко другие взаимоотношения, вот по благословению вступали в брак, особенно строго было у князей, а само венчание проходило в день небесного покровителя князя Михаила, то есть это Михаилов день, праздник Михаила Архангела, который отмечается по церковному календарю 8 ноября, это вот, повторим, 1294 год, и вот они только-только увидели друг друга и тут же пошли под венец, но зато какая любовь у них раскрылась на встречах друг другом, и тут же Божья благодать осенила их во время таинства венчания, и для всего народа Тверского, да и ростовского, конечно, народа, но венчание проходило на Тверской земле, для всего народа это было огромное такое торжество, потому что люди очень уважали своего молодого князя Михаила, и были рады, что он обрел достойную благочестивую супругу. И вот тут-то, когда, казалось бы, должна начаться счастливая пора жизни, тут подступают особые испытания, это ведь только в сказке говорится, что стали жить, поживать, да добра наживать, а в реальной жизни не так, и Господь воспитывает своих чад посредством очень страшных таких сильных испытаний, и вот буквально через полгода святая Анна, она наблюдает страшный пожар, который охватил Тверь, и многие потеряли свои дома, это, конечно же, разорение княжества, а спустя три года сгорает дотла княжеский терем, причем пожар начался ночью, он охватил все помещения, и не сразу заметили, и вот пламя охватывает уже покои княжны, и князь Михаил едва успевает вынести ее, спасает ее от верной гибели. У них погибло все имущество, остались без средств, но не падали духом. Правда, летописи говорят, что вот князь Михаил, он как раз вот после этих испытаний сильно заболел, видимо, стресс все-таки сказался на его здоровье, и святая Анна всей силой своей души обращается к Богу, молится о своем супруге, молится вообще о людях, которые населяют Тверскую землю, и вот так вот укрепляется ее христианское сострадательное сердце, а испытания не покидают их. Вот только родилась дочка Феодора, и смерть уже похищает ее, и вот такая скорбная участь, она на самом деле сопровождала святую Анну на протяжении всего ее земного пути, но зато какая верность Богу, какое упование на Господа, и она понимала, что не на земле можно созидать подлинное счастье, а истинное наше Отечество на небесах, и туда надо устремлять свой взор, и именно от Бога черпать силы для перенесения земных испытаний и всех вот этих жизненных потрясений, и терпение она обретала благодаря благодати Божией. И вот она продолжала молиться, супруг выздоровел, а Господь даровал им четверых сыновей, которые росли на радость родителям. Но конечно, братья и сестры, вот многие думают, что если люди занимают высокое положение, то значит вот их жизненный путь, он будет усеян драгоценностями, всевозможными благами, наслаждениями, а оказывается нет, и зачастую те, кто занимают высокое положение, вот как князья, княгини в древнее время, они несли просто вот запредельные жизненные испытания. И вот начинается борьба за великокняжеский престол. Это уже начало 14 века. Умирает сын святого Александра Невского, князь по имени Андрей, который завещал как раз Михаилу Тверскому великое княжение. А почему так? Потому что по законам того времени княжение переходило к старшему в роду, не по линии отца сына, а именно к старшему в роду, и таковым был святой Михаил Тверской, который и вступил в полномочия великого князя, но тут вдруг его двоюродный племянник Юрий Данилович, московский, кстати, князь Юрий Данилович, стал опротестовывать это право и противоборствует Михаилу Тверскому. Причем вот немножко поразительная такая ситуация, братья и сестры, значит, вот почивший Андрей, он сын святого князя, да, святого Александра Невского, а тут же мы видим, что Михаил Тверской, он тоже святой князь, а Юрий Данилович, московский князь, он был сыном святого князя, известного Данила Московского, родоначальника московских князей, вот московской линии Рюриковичей, и однако вот получается такая вот перипетия сложных взаимоотношений, и хотя вроде бы Юрий Данилович, он сын святого человека, но сам вот немножко поступал по-своему и вступает в противоборство со святым Михаилом Тверским, причем возглавлявший русскую церковь митрополит Максим убеждал Юрия Даниловича не вступать в противоборство святому Михаилу Тверскому, и говорил, что не надо, ведь ему по праву принадлежит великое княжение, а тебе уступят любой город, но он не захотел и тоже вот поехал к хану, чтобы требовать себе и пытался вот еще большие какие-то подарки, подкупом пользовался, но хан все равно уделил великое княжение именно святому Михаилу Тверскому, а из-за того, что Юрий Данилович не сдавался, началось серьезное противоборство, вплоть до вооруженных схваток, и вот представьте, что супруга Михаила Тверского, святая Анна, вот как она себя чувствовала при этом, да, что все время кто-то угрожает княжеству, жизнь супруга, она все время находится в опасности, и через это она еще больше прилежала молитве, она ходатайствовала и за своего супруга, и за всех людей, которые были у нее перед глазами, вот простые люди, которые зачастую тоже страдали из-за княжеских междоусобиц, поэтому вот так вот, понимаете, вырабатывался ее молитвенный дух и полное самоотречение, то есть она молилась все время о других. Ну а дальше, к великому сожалению, события поворачиваются не в пользу святого Михаила. Дело в том, что в 1313 году в Орде приходит к власти хан Узбек, который уже вот, ну, по-новому начинает вести порядки, и нужно было тоже отправляться к нему на поклон, да, вот какие-то приношения, и Юрий Данилович, московский князь, он пошел на такой вот особый шаг, который укрепил его позиции. Он женился на родной сестре хана по имени Кончака, причем она, ну, была неплохая, в общем-то, девушка, она приняла крещение христианское, получив имя Агафия, и вот, поскольку Юрий Данилович, он становится зятем хана, то, конечно же, хан тут же ему сказал, знаешь, а будь-ка вот теперь ты великим князем, и таким образом нарушены были вот права вот этого лествичного престола наследия, когда великое княжение переходило к старшему в роду, и, в общем, от святого Михаила Тверского великокняжеский престол переходит к Юрию Даниловичу, ну, понятно, тот зять хана, а Юрий Данилович, он на этом не остановился, он хочет нанести вот некое политическое такое поражение Михаилу Тверскому, ну, действительно, так вот было, к сожалению, что противоборствовали вот эти два центра, Москва и Тверь, и длительное время шла борьба, а остальные города то так, то сяк, и Новгород, он то туда, то сюда, то к этим примыкал, то к тем, и вот Юрий Данилович, он привлекает новгородцев на свою сторону, и заодно он берет у монгольского хана Кавгадыя огромное войско во главе с темником Кавгадыем, и вместе с этим иноземным войском идет против князя Михаила. А Михаил Тверской, понимаете, он был вот настолько независимой личностью и бесстрашной личностью, что он не боялся подобных испытаний. И это вот особая такая фигура в русской истории, он не боялся вступать в очень сложные перипетии и давать бой, даже когда, казалось бы, все против него. И он разбивает вначале новгородцев, а потом встречает вот это объединенное войско, где и монголо-татары, значит, и московский князь Юрий Данилович. И в страшной битве, это знаменитая Бартеневская битва, Михаил Тверской наносит поражение монголо-татарам. Представляете, это было очень серьезное такое поражение монголо-татарам задолго до Куликовской битвы. И в этом сражении Юрий Данилович, значит, побежал. Причем брат его родной, брат московского князя попадает в плен, и в плен попадает даже супруга князя Юрия, та самая Кончака, сестра хана Узбека. Ну, а темник Кавгады, он сам на следующий день спокойненько сдался в плен, чтобы к нему получше было отношение, сказал, ну, мы вот там, значит, вот без указа хана пошли воевать, как бы расположить к себе князя Михаила, и потом, значит, он, естественно, получил освобождение, конечно. Но суть в чем? В том, что в руках у Михаила Тверского оказались очень значимые лица, и сам Михаил Тверской относился к ним с уважением, с почетом. В Твери они находились в очень прекрасных условиях, но в то же время они оставались пленниками, и, как сказать, они вот в этой политической игре были очень серьезным козырем на стороне Тверского князя, и, соответственно, к нему уже было иным отношение и со стороны вот хана, и со стороны московского князя Юрия, и все бы ничего, но случилось непредвиденное. В плену неожиданно умирает Кончака. Вот представьте себе, вот на этом событии рушится вот буквально все, и весь план оказался неспровержен, потому что смерть сестры хана это очень и очень серьезное преступление, которого не мог простить хан Узбек. И тут же поползли слухи, якобы ее специально отравили, но на самом деле святой Михаил Тверской, он был заинтересован в сохранении жизни Кончаки, но исправить уже было ничего невозможно. Кончака была мертва. Михаил Тверской понимал, что хану Узбеку надо все объяснить, но а как объяснить, как расположить его, если сестра его уже мертва. И тогда вот шлется посольство, и чтобы показать вот свое искреннее расположение, в этом посольстве к хану отсылается сын Михаила и Анны, 12-летний отрок Константин. И вот представьте, каково было его маме, да, святой Анне Кашинской, прощаться, расставаться с сыном, понимая, что он едет туда, где вот просто он может достаточно быстро погибнуть. И вот сколько надо терпению материнскому сердцу, сколько надо духовных сил, чтобы перенести вот это расставание с ребенком. И она все это выносит. А сын Константин, вот этот 12-летний мальчик, он в составе посольства прибывает к хану, и хан Узбек настолько был разгневан, что тут же повелел заточить его и не кормить, чтобы он умер от голода. Но приближенные, будучи людьми сообразительными, сказали, ты знаешь, что вот лучше ты все-таки сохраняй ему жизнь для того, чтобы сам отец его, Михаил Тверской, приехал сюда, чтобы нам заполучить самого Михаила, ты не умершляй его сына. И хан прислушался. Отроку сохранили жизнь. И Михаил Тверской понимает, что ничем уже не расположить к себе хана, и что нужно ехать к нему. А ехать почему? Если князь не поедет, то тогда хан пошлет такое войско, которое просто вот сотрет с лица земли. Тверь, ее пределы. И вот чтобы спасти своих людей, князь решает пожертвовать самим собой. И он прощается со своей супругой. Святая Анна прекрасно понимает, что она уже никогда не увидит своего мужа. И предание говорит, что она долго провожает своего супруга. Идет до реки Нерли Волжской. Она идет вместе с маленьким сыном Василием. Не хочет расстаться никак вот с мужем. И там вот на берегу реки наконец прощается с ним и напутствует его святыми чистыми словами и своим искренним благословением. Кстати, долгое время в тех местах находилась часовня, где хранилась такая вот икона-картина прощания князя Михаила с княгиней Анной. И вот, братья и сестры, вот какова участь вот такой вот женщины, которая расстается с любимым мужем, с которым они жили душа в душу, а испытания со всех сторон били их. И где они обретали силы? Они обретали силы только в Боге. И понимали, что жизнь человека, она здесь вот на земле, ну что такое? Как просто вот пар, который рассеивается, и нет ее. И поэтому посвящать себя надо исключительно небу. И вот небесное благословение, оно сопутствовало Михаилу Тверскому. Князь Михаил появляется открыто у хана и привозит с собой дары, одаривает его, его жен, приближенных слуг. И смелость князя настолько поразила хана, что он поначалу даже располагается к нему, сохраняет ему свободу и приставляет даже к нему охрану, чтобы никто его не оскорблял. Но проходит небольшое время и сторонники князя Юрия Московского, да и сам Юрий, который тоже появился здесь, они начинают наговаривать на Михаила Тверского. И основным обвинителем как раз выступает тот самый военачальник, темник Кавгады, который тогда-то сам сдался в плен, да, ему сохранена была жизнь, а теперь он обвиняет святого Михаила Тверского. И после многих вот таких вот судебных разбирательств, хан меняет свое отношение к князю Михаилу, и его заковывают в колодки, руки, ноги и даже голову, ему трудно было повернуть куда-то вот голову, но он продолжал молиться. Он каждый день исполнял молитвенные правила, и один из отроков, он переворачивал страницы псалтыри перед глазами князя, чтобы тот продолжал молиться, и каждый день он причащался святых христовых тайн, потому что при Золотой Орде всегда были православные священнослужители, которые для христиан совершали богослужения. И вот настал тот день, когда все враги, недоброжелатели князя добились своего, им было разрешено умертвить его. Кинувшись в шатер, они бросили вот эту вот колодку к стене, так что колодка пробила шатер, потом начали избивать святого князя, топтать его ногами, и один из них, словно дикий зверь, накинувшись на князя, ножом проткнул его бок и вырвал живое сердце. Вот такая страшная, мучительная смерть постигла святого Михаила Тверского, но он встретил ее в молитве, встретил со смирением и пожертвовал собой ради людей своего княжества. Он успел перед смертью оставить завещание своему сыну, вот этот 12-летний мальчик Константин находился здесь же, и отец завещал, чтобы он не забывал Бога, чтобы он строил храмы, чтил духовенство и благотворил нищим. И понимая, что сейчас вот убийцы уже ворвутся в шатер, он отсылает своего сына и других своих приближенных к жене хана, которая была расположена христианам. И ханша, она очень утешало поддерживала вот этого вот мальчика, 12-летнего Константина, и сохранила ему и другим людям святого Михаила жизнь. Лишь через 10 месяцев после мученической кончины святого князя супруга его, святая Анна, встретила тело почившего. И вот представьте, братья и сестры, какая скорбь пронзала ее душу, ее сердце, и где опять-таки черпать силы? Только в обращении к Богу. И может быть вот так вот в очень тяжких жизненных обстоятельствах как раз и формировался дух святой женщины, верной Богу до конца. Святая Анна понимала, что на земле правды не найти, что вот эти вот кровопролития, взаимные склоки – это признаки мира, погрязшего во грехе. И поэтому утешение можно искать только в евангельской правде. И в каком-то смысле святая Анна Кашинская, она вот уподобляется ветхозаветному библейскому святому Иову. Помните праведный Иов, который претерпевал всевозможные испытания, но при этом говорил, чтобы Господь не спасал мне, «Буде имя Господне благословено вовеки». То есть он не впадал в отчаяние, не впадал в обиду на Бога, а принимал как нечто заслуженное и необходимое для нашего спасения. Вот это тот самый скорбный тернистый путь, через который христианин восходит к райским обителям. А тем временем жизненные перипетии продолжались. И проходит несколько буквально лет, и в 1322 году старший сын святой Анны, Дмитрий, прозванный Дмитрий Грозный Отче, я думаю, что само наименование уже говорит за себя, вот Дмитрий Грозный Отче, едет к хану для того, чтобы получить утверждение на княжеском престоле. И обычно князья находились в Золотой Орде достаточно долгое время. И вот князь Дмитрий, он вдруг там встречает московского князя Юрия, Юрия Даниловича, того самого виновника в смерти его отца, потому что именно Юрий Данилович много наговаривал и убеждал хана, чтобы святой Михаил Тверской был казнен. И получилось так, что их личная встреча, Дмитрия Грозный Отче и Юрия Московского, происходит буквально в канун годовщины смерти святого Михаила Тверского. И князь Дмитрий, не выдержав, выхватывает меч и рубит князя Юрия. Вот так Юрий Московский умирает прямо вот здесь, вот в пределах Золотой Орды, не очень далеко от ханского шатра. И получается, что вроде бы как бы его постигает справедливый суд, но на самом деле князь Дмитрий, он погрешил против вот этики того времени, потому что он расправляется с врагом в присутствии хана, то есть нарушает ханский суд. И хан теряет расположение князю Дмитрию. Его заточают в темницу, долгое время, значит, его держат. Хан не знает, как поступить. Проходит примерно год, и все-таки его казнят. Дмитрию Грозные Отче отрубают голову. Вот так вот в Золотой Орде погибает сын святой Анны Кашинской, и она встречает тело своего почившего сына. И мы говорим об этом, братья и сестры, для того, чтобы понять, вот что перенесла душа святой Анны Кашинской. Какие тяжелые испытания, какие переживания, скорби, личные утраты. И это, конечно, значит, что она и сейчас, будучи на небесах, понимает каждого, кто несет вот такие жизненные скорби, утраты, несправедливости, и ходатайствует о всех о нас. Что же касается дальнейшей земной жизни святой Анны, то в Твери князем становится другой ее сын Александр. И поначалу вроде бы все хорошо, но в 1327 году приезжает в Тверь двоюродный брат хана Узбека Щелкан. И этот Щелкан вел себя вызывающе, очень гордо, надменно. И он выгоняет княжескую семью из княжеского терема и поселяется там сам. Ну, представьте себе, что вот святой Анне со своими сыновьями, им пришлось выезжать из терема, где-то вот ютиться. А Щелкан там командует. И поползли слухи среди тверского народа, что якобы вот этот Щелкан, он с другими монголо-татарами хочет вообще, значит, всех князей русских изгнать, командовать сам, и якобы он хочет обратить русских людей в исламскую веру. И что это вот должно случиться на праздник Успения. Где-то вот действительно добавились просто человеческие сплетни. А на самый праздник Успения Божьей Матери произошел неприятный инцидент. Татары и свиты Щелкана решили отобрать кобылу у нашего православного диакона. В летописях даже приводится имя, ну даже скорее как фамилия, диакон Дудко. И вот у него пытались отобрать кобылу, и народ православный вступился. И вот тут началась стычка, столкновение, драка. А потом она переросла в вооруженные побоищи, и жители Твери стали перебивать всех монголо-татар. Тогда двоюродный брат хана, вот этот Щелкан, он затворяется в княжеском тереме, а жители, поджигая терем, и Щелкан вместе со своими сторонниками, все были сожжены заживо. Погибли буквально все монголо-татары на территории Твери. Не осталось даже у них ни одного вестника, чтобы кого-то направить с вестью к хану. И только вот какие-то пастухи, которые в отдалении пасли татарских коней, вот они тогда, увидев эту для них беду, поскакали к хану, обо всем рассказали, и хан насылает карательную экспедицию. И что делать? И вот князь Александр со своей семьей вынужден бежать в Литву. Сама святая Анна Кашинская вынуждена тоже скрываться, но где она скрывается, исторически нам неизвестно, но представьте тоже, какие скорби она несет. А монголы-татары прошлись огнем и мечом по земле Тверской. Вот такое огромное разорение претерпела эта земля, и затем святая Анна возвращается, потом, конечно, возвращается и сам Александр, князь Тверской, и тоже он думает, как бы вот восстановить отношения с ханом. И Александр отправляет в Золотую Орду своего сына Феодора, то есть внука святой Анны, понимаете? Какие вот опять-таки переживания она несет в своем сердце, и она молится, благословляет их, напутствует. И для чего отправляет именно сына? Ну, Александр понимал, что основная-то ответственность на нем, но вот сын вроде как бы не настолько ответственный, поэтому к нему будет снисходительным отношением. И сын приезжает к хану Узбеку разговаривать и смог расположить к себе. И тогда уже приезжает сам Александр, причем он прямо и тоже открыто беседует с ханом, тому понравилась эта прямота и открытость. И он прощает Александра, разрешает ему дальше спокойно княжить в Твери, Александр с Федором возвращается, но опять-таки вот это начинается давняя борьба и противоборство с Москвою. И потом, поскольку в Москве уже князь Иван Калита, и понимаете, вот каждый пытался расположение хана к себе склонить, и Иван Калита пытается вот действовать на хана Узбека и настраивает его против Александра Тверского. И уж, конечно, мы вот не знаем, что именно наговаривал там Иван Калита против Александра Тверского, но хан вдруг неожиданно приглашает Тверского князя к себе. А Александр вот чувствует что-то вот не то, и тоже вперед отсылает своего сына Федора. Тот пытается беседовать, вот как-то выяснить ситуацию. Но хан требует, чтобы приехал сам Александр, сын святой Анны Кашинской. И Александр вынужден отправиться. Причем летописи говорят, когда они сели в ладью и начали было грести, то поднялся ветер и не дает гребцам, и волны обратно их прибивают к берегу. И Александр понимает, что это вот сам Господь не пускает их в Орду, потому что там ждет что-то неприятное, но все-таки решает плыть туда. И вот они прибывают в Орду. Сын Федор отговаривает его от встречи с ханом. Говорит, тот не расположен. Но Александр все-таки хочет идти, думает, что его прямота и открытость вернет расположение к хану. Они вместе приходят, но хан встречает их безмолвно холодно. И целый месяц Александр ждет своей участи. Хан не знает вот как поступить, но приезжают сыновья Ивана Калиты, и это изменяет чашу весов. Хан выносит вердикт, Александр должен умереть. И Александр вместе со своим сыном готовится. Они причащаются святых христовых тайн. Причем интересно, что жена хана ходатайствовала за Александра. Ходатайствовали другие татары, но все оказалось бесполезно. И вот наступает этот день. Александр посылает весть узнать у жены хана. Вот интересно, что именно она сообщала самые такие верные сведения. Потом посылает весть к другим приближенным хана. И везде один был ответ. В этот день он будет казнен. Тогда, помолившись искренне вместе со своим сыном, он обнимает своих слуг верных, то есть очень простое было отношение со своими слугами, и готовится. И вот приходят монголы-татары. И они отрубают голову и Александру, и его юному сыну Феодору. А затем разрубают их тела по суставам. И вот так вот отправляют их изрубленные тела на родину. И там их встречает святая Анна. Понимаете? Она встречает и убиенного сына своего, очередного убиенного сына, и внука своего. И кто вот поймет и осознает эту меру материнского горя, женского горя, который все это видит и выносит. И вот оно, сердце Руси, истрадавшейся, натерпевшейся неимоверных горести, испытаний. И в центре этого сердца крест, крест Христов. Но в центре креста все равно воскресение. Вот как тот собор воскресения Христова, который в центре города Кашин. И, наверное, мы никогда не сможем понять своим скудным умом, как вот это таинство принятия промысла Божия, вот этих просто неимоверных страданий земных, как все это умещалось и преображало сердце святой Анны. Но именно после этого она принимает монашеский постриг. Она, собственно, когда вот стала вдовой, она уже никому другому себя не посвящала, да, то есть не искала никакого другого мужа, не считала нужным вообще как-то взаимодействовать с противоположным полом. Потому что в сердце ее царила молитва, устремленность к Богу. Но когда она прошла вот через такие испытания, то она принимает монашеский постриг. Она поселяется в монастыре во имя святого Афанасия, близ Тверского Кремля. И там проводит жизнь свою в послушании сестрам, в смирении, искренней молитве. Есть сведения, что в монашеском постриге имя ее было Софии, а потом, когда она приняла Великую Схиму, то вновь вернулось имя Анна. Вот такое было, что когда Великая Схимия, то возвращается прежнее имя, которое дано было в крещении. И вот в этом монастыре она трудится как простая искренняя монахиня, причем есть сведения, что она даже стала игуменей этого обителя. А что касается вот ее духовной жизни, известно, что она старалась проводить дни в безмолвии и не общаться ни с кем из мирских людей, кроме сына своего Константина. Вот помните, тот самый 12-летний отрок Константин, который послан был в Орду и которого хан Узбек хотел уморить голодом, но он все-таки выжил. Он все-таки выжил и вырос. Его очень любила святая Анна. Причем некоторое время Константин был в плену у Юрия Московского, того самого, который виновник смерти Михаила Тверского, да, и которого убил Дмитрий Грозный и отче. А что самое удивительное, князь Константин, он полюбил дочь Юрия, и они поженились. То есть оказалось, что дочь вот этого князя, виновника гибели его отца, она становится его женой, и вот так вот в жизни все переплетено. Понимаете, да, тут же, значит, вот и враги, да, ну тут же и любимые люди, тут же, значит, святые, а тут же кто-то вот предается греху. И святая Анна, она тоже все это понимает, что мир пронизан искушениями дьявола, что мир вот пронизан и враждой, и злобой, но тут же есть и любовь, тут же есть и милосердие, добродетели. Поэтому никому святая Анна Кашинская, она не питала злобу и никакой вражды в ее сердце не было. Она всецело восприняла дух Христов, и вот ее, когда она в обители находилась, ее воспринимали уже как духоносную старицу, молитвы которой спасали землю русскую. А в самом конце своей жизни, по просьбе другого своего сына Василия, она переезжает в город Кашин, и там князь Василий специально для мамы создает небольшой монастырь, где она поселяется, проводит дни в молитве. И вот свою земную жизнь, причем прожила она, представляете, 90 лет, 90 лет Господь ей дал видеть. За этот длинный век она видела много горя, да, но она видела, что Господь все равно созидает Святую Русь, и Господь не оставит Русь своим благословением. И вот в 1368 году святая Анна Кашинская покидает земной мир. И есть такие сведения, что она умирает, находясь в слободе, в пригороде города Кашин, и слобода называлась «Вход в Иерусалим». Представляете как? Вход в Иерусалим, и вот именно там святая Анна расстается с телом и входит в Иерусалим небесный. А тело ее погребли в Успенском монастырском храме в Кашине, и долгое время святые мощи ее покоились под спудом. Конечно, братья и сестры, дальше начинается уже совершенно новая жизнь, это вот посмертное бытие, когда душой святая Анна у престола Божия ходатайствует за Святую Русь, помня все вот то горе, которое в сердце ее сохранилось, и она ходатайствует за тех, кто несет это горе на земле, а вот телом она почивает в гробнице, и, к сожалению, ее святые мощи, они находились долгое время в небрежении. В общем, прошло много веков, и в 1611 году, точнее вот к этому времени, в Успенской церкви там уже полы стали ветхие, они где-то вот прогнулись, просели, упали, и гробница святой Анны, она показалась наружу, причем ремонт долго не делали, в храм продолжали приходить, и видели вот эту гробницу, и многие вот просто они клали шапки на гробницу, а кто-то даже вот садился, чтобы отдохнуть. И после этого святая Анна, она является панамарю этой церкви по имени Герасим. Вот сам панамарь Герасим, он страдал какими-то болезнями тяжелыми, и ему является святая Анна и говорит, вот по что вы забыли меня и не почитаете меня? Ведь я же ходатайствую за весь народ пред престолом Божиим, и зачем вы попираете меня ногами своими? И святая Анна велела панамарю Герасиму сообщить об этом настоятелю, чтобы перед ее гробом зажгли свечу у образа нерукотворного спаса, а сам панамарь Герасим сподобился исцелению. И вот с этого времени, с 1611 года, начинается особое почитание святой Анны Кашинской, люди приходят к ее гробнице, прикладываются, молятся, и начинают получать исцеление. И вот эти случаи записывались, причем она же была еще не прославлена в лике святых, но потихонечку все это становится известно царскому дому. И тогда вот в 1649 году велено было обрести святые мощи Анны Кашинской, а в 1650 году их перенесли в Воскресенский собор и состоялось прославление, всенародное прославление святой Анны Кашинской. И дальше, казалось бы, всем радость и утешение, но наступают, к сожалению, новые скорбные времена. Это реформа, старобряческий раскол, противостояние друг с другом различных партий в русском народе. И мощи святой Анны Кашинской оказались в центре пререканий, споров. А дело в чем? Дело в том, что когда обретали ее мощи, то священник, который описывал, он так записал, что мощи нетленны, и правая рука сложена «аки благословляющие». А благословляли в то время двумя перстами, и вот это выражение «аки благословляющие», ну, как благословляющие, было напрямую воспринято, что у святой Анны двоеперсти. А поскольку кто-то возводил перстосложение к разряду догмата, а не просто этот вот обряд церковной жизни, то возникали просто непримиримые споры, и святую Анну старобрядцы пытались вот подтянуть к себе, и из-за этого иерархия, ну, тоже, может быть, слишком неадекватно отреагировали, и в 1677 году имя святой Анны было вычеркнуто из списки святых угодников. Но дело все в том, что нужно проще относиться к форме перстосложения, потому что или вот так вот, да, все равно как бы исповедуются два естества во Христе и три лица Святой Троицы, или вот так тоже исповедуются три лица Святой Троицы и два естества во Христе. И никакой догмат здесь не нарушался. Обряды, они все очень разные в разных поместных церквах, и даже может быть так, что в один период времени одни обряды, в другой период времени другие обряды — это вот как одежда, которая сопутствует человеку на протяжении его жизни. И одна одежда в его младенчестве, другая, значит, в детском возрасте, в отрочестве, потом в юности, в молодости. Вот так каждый возраст у человека свои одежды, которые выполняют функцию, необходимую до этого возраста. И обряды — это одежды церкви, это одежды исторического бытия церкви. И мы знаем, что были периоды и были такие места, где крестились двоеперстно. Были такие периоды и были такие места во Вселенской Церкви, где крестились трое перстно. А какое-то время и где-то крестились даже одним перстом. Вот у святого Иоанна Златоуса сказано, что на черти на лбу изображение креста перстом своим. То есть по-разному разные традиции. Один перст выражал истину единобожия. Три перста — истину триединой троицы. Два перста символизируют два естества в Господе Иисусе Христе. Но все это, повторим, это лишь внешние выражения одних и те же догматов Святой Церкви. И вот как правильно говорил блаженный Августин, в Церкви должно быть в главном единство, во второстепенном своеобразии, во второстепенном свободе, а во всем царствовать любовь. И главное — это догматы, постановления семи вселенских соборов. Это то, что должно остаться нерушимо, когда мы исповедуем Господа нашего как Бога-человека, когда мы исповедуем троицу, единосущную и нераздельную. Пресвятую Деву исповедуем Божией Матерью и все остальное, вот что у нас содержится в символе веры. И другое дело — это обряды. Какая разница ходить вот крестным ходом по Солунь или против Солунь. И получается так, что столкнулись две практики и начали друг от друга разбиваться лбами, спорить и даже употреблять очень жесткие наказания. И в этих спорах исчезал дух Христовой любви, потому что переставали любить друг друга. И мы понимаем, что когда крестились двумя перстами, в этом не было ничего еретического. То есть так же люди спасались, верливали в Бога, так же обращались в молитвах своих. Но и когда возобладала практика троиперости, потому что она и у греков была, и у нас местами была, и введено было ради единообразия. Вот думали так, чтобы некое вот единство друг с другом было, хотя получилось наоборот. Но и тремя перстами крестясь, спасались и прославлялись. И преподобный Серафим Саровский, и святитель Дмитрий Ростовский, и святитель Тихон Задонский, и прочие святые. А те, которые до реформы Никона святые, они тоже ведь прославлены у Бога. И неважно, двоеперстно или троеперстно они крестились. Поэтому как бы ни была сложена, в каком перстосложении не находилась рука святой Анны Кашинской, это никак не может повлиять на ее святость, на ее предстояние пред Господом в лике святых. Но на самом деле, почитание святой Анны Кашинской не прекращалось. И в пределах Тверской епархии все это понимали, и сами архиереи тверские, они не препятствовали этому. И в общем, у мощей святой Анны, конечно, бывало там и панихиды служились, но служились в том числе и молебны, и молитва святой Анне Кашинской тоже читалась. И случаи чудес, чудесной помощи людям постоянно совершались от мощей святой Анны Кашинской. То есть, невзирая на то, что люди вот на земле и так и сяк, то прославили, то лишили. Святые на небесах, они не обижаются на нас, и они ждут от нас только искреннего обращения. И помощь постоянно подавалась. Вот потом опять стали записывать эти чудеса. Многие не записаны, но вот какие-то записывали. Например, протерея Иаков, он про свою дочку маленькую, четырех лет, он описывал, что она, у нее какая-то тяжелая болезнь живота. Ей сделали операцию, но не помогло, и врач говорил, что все уже вот, ничего не поможет, вторая операция, повлечет за собой смерть. И тогда он стал молиться святой Анне Кашинской, хотя при этом думал уже заказывать маленький гробик. Но вот он молился святой Анне Кашинской, и дочка исцелилась. Дочка пошла на поправку, и врачи уже разводили руками. Как такое может быть? А это потому, что святая Анна Кашинская, она вымолила у Господа здоровье маленькому ребенку. И вот подобные случаи, их собралось очень много, они были направлены в сеноты, направлены ходатайство, и царь Николай II, он очень расположен был на самом деле к святым угодникам. И он очень хотел, чтобы прославлена была святая Анна Кашинская, и в 1908 году состоялось ее вторичное прославление, канонизация. И мощи святой Анны были положены в Вознесенском храме в городе Кашине. Люди приходили, молились, прикладывались. Ну, а потом, как вы знаете, годы революции, гонения, и святые мощи Анны Кашинской, они испытали ту же вот судьбу, что и мощи других святых угодников. И безбожные власти проводили вскрытие мощей святой Анны, пытаясь как бы вот опорочить ее память. Да, но верующие христиане относились к святым мощам с огромным благоговением и ожидали их возвращения. Вот какое-то время они были там где-то вот в музеях, и когда безбожный строй рухнул, то почитание святой Анны Кашинской, оно восстанавливается во всей своей красоте, и вновь совершаются крестные ходы, и вновь паломники спешат к святой Анне Кашинской, туда, где город русского сердца, да, и где самые храмы изображали собой крест Христов, а наш взор обращает к воскресению Христову, вот там святая Анна, Анна Кашинская, которая причастна к воскресению нашего Господа, она ждет нас с нашими искренними молитвами. Повторим, что она великая ходатайца за русский народ, она претерпела просто вот неимоверное горе в земной жизни, а у Бога так, что вот кто претерпел огромные страдания, да, и при этом остался верен Богу до конца, тот на небесах сподобляется особого дерзновения, особой славы, и может ходатайствовать за живущих на земле. Вот, братья и сестры, такова святая Анна Кашинская с ее удивительной жизненной судьбой, с ее удивительными цельбоносными, чудотворными святыми мощами и судьбой ее канонизации, то есть это все тоже, видимо, промысл Божий, который заставляет нас по-новому как-то смотреть на историю, по-новому воспринимать святых небожителей, которые на небесах пред престолом Божиим находятся, и, конечно же, ценить таких, как святая Анна, молиться ей и просить от нее особой благодатной помощи. Святая благоверная и преподобная и праведная Анна Кашинская, моли Бога о нас! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok